Решение вопроса по задолженности заработной платы в СПК Рассвет Севера, надзоре в сфере строительства социальных объектов на бюджетные средства, обеспечение жителей населенных пунктов округа чистой водой. Эти и другие вопросы парламентарии округа сегодня задавали заместителям прокурора НАУ на заседание предсессионного комитета. Отмечу, что на ближайшей сессии, которая состоится 25 октября, прокурор округа выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка на территории региона. Диалог парламентариев и представителей прокуратуры НАУ начался с вопроса о задолженности по заработной плате перед работниками СПК Рассвет Севера. На начало года она составляла порядка полутора миллионов рублей. По состоянию на начало текущего месяца размер долга достиг почти девяти миллионов. По словам заместителя прокурора НАУ Сергея Лапина, виновные лица будут привлечены к административной и дисциплинарной видам ответственности. Но одними мерами реагирования решить проблему с задолженностью, по мнению представителя ведомства, невозможно. Необходима государственная поддержка. Мы предлагаем, чтобы вопросы рассматривались в том числе по авансированию субсидий на мясную продукцию. В настоящее время, как все знают, заключаются договоры между СПК и АВА. Вместе с тем все сейчас ждут бойную кампанию, а до этого никаких денег получить не могут. Также необходимо понимать, что за председателя органы государственной власти работать не будут. И здесь в первую очередь, конечно, правильные управленческие решения должны быть в первую очередь со стороны председателя. Я так могу сказать на практике, что в настоящее время девушка довольно молодая, она вообще уехала в Тундру, работает, вообще не выходит на связь. О ком хозяйствовании может идти речка. Еще один вопрос, озвученный в ходе диалога сторон – закрытие социальных объектов, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Конечно, у нас большое такое желание есть, и пожелание, вернее, прокуратура в том плане, чтобы давали максимальное количество времени на исправление недостатка, для того, чтобы соцобъекты все-таки мы старались сохранить, которые есть. И если они, допустим, могут быть каким-то образом функционированы, то это лучше. Потому что, я приведу пример, не знаю, что закрыли клуб, я понимаю, что там сложная ситуация, но тем не менее, лучше от этого, наверное, все-таки не стало. В свою очередь, представители прокуратуры отметили, что не ставят перед собой главную цель – закрыть учреждение. У нас достаточно хватает и силу средств, еще раз повторяю, для того, чтобы заставить устранить те недостатки, которые мешают нормальной эксплуатации этих зданий. Но, опять же, в первую очередь, это безопасность, безопасность через самые граждане, которые посещают тот же самый клуб, школу какую-то. Говорили и о проблеме незаконной реализации алкогольной продукции на селе. У нас каждое второе преступление совершается в состоянии угольного пинения. Проблема очень глобальная. Сказать, что МВД плохо работает, ну, может быть, недостаточно активно. У них тоже есть свои проблемы. Допустим, реализация спиртного населения, знаем, торгует, приезжает делать запах. Значит, понимаем, что спиртное продавец нелегален, продают только своим знакомым. Поэтому жители села узнают в лицо. Никто из жителей села не поймет участвовать в направленной закупке. Посторонние не подают. Ну, вот так, одна из проблем, которую я вот обозначил. Также на заседании обсудили ряд других вопросов, связанных в том числе с результатом проверки обеспечения жителей населенных пунктов региона чистой водой. Напомню, на ближайшей сессии, которая состоится 25 октября, прокурор округа выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка на территории субъекта. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север».